Ну и завершает нашу первую трансляцию из Санкт-Петербурга о первом дне финальных соревнований финал супертяжелой весовой категории о котором мы уже говорили в начале репортажа где сошлись действительно сильнейшие наши борцы тяжеловесы Кура Магомед Кура Магомедов из Дагестана и Давид Мусульбес, олимпийский чемпион он и сам из Осетии но сейчас выступает как москвич, да? Нет, он и за Осетию выступает и за Москву тоже Я пока вот сделали замечание Кура Магомедову и такая борьба не очень захватывающая я продолжу свою мысль, Николай про нашу вот человек, который делает очень много это Шевалин Усуев только на Олимпиаду в Афине вот кстати и Мусульбес относится к его ученикам поэтому Давид Мусульбес относится к его ученикам и он если попадет в команду то будет одним из участников этого вида спорта но у него и в дзюдо и в боксе и в фехтовании есть ребята то есть по 10 видам спорта у него ребята едут на Олимпийские игры в Афине ну что же, это очень хороший показатель естественно и в греко-римской борьбе но борьба с амбой, она не входит в Олимпийскую программу значит, ну сейчас Давид поменялись они местами значит, теперь получил замечание Давид Мусульбес и Кура Магомедов атаковал в партере пытался его накатить он здорово этот прием делает но я знаю, что Давид Мусульбес несколько сборов общался с классиками был у них на сборах и как бы учился защите этого приема чтобы Кура Магомедов его не накатил но вот мы видели первый эпизод пока ничего не получилось ну, борьба 6 минут и сейчас не накатил потом человек может устать могут накатить могут еще что-то сделать но пока такая нулевая ничья а вот насколько часто вы сейчас эту тему затронули борцы вольного стиля и греко-римского они как бы совместные сборы проводят насколько полезны такие взаимные тренировки ну, о полезности тренировок вы правильно заметили эту тему полезная но, к сожалению, в последнее время или в последние годы не удается сейчас мы продолжим это мысль потому что 0-0-0 да, 0-0-0 и скрестный захват после первого периода и вот здесь тоже проблема сразу же возникает серьезная ну сейчас нам показали уже много раз сделали замечания и тому, и другому и захват как бы мусульбес не взял и он получил за это предупреждение и 2 балла в пользу борца в красном трехолке Кура Магомедова ну, мы с вами комментируя чемпионат Европы или чемпионат по греко-римской борьбе говорили, что вот этот скрестный захват это сувениры в борьбе и мы все, конечно, против этих сувениров то есть такие подарки понимаете, два два больших борца я имею ввиду по результатам вот даже Анатолий Рощин олимпийский чемпион 72-го года Санкт-Петербуржец он ему тоже вот ну как вот два таких борца олимпийский чемпион чемпион мира и одному подарили баллы второму нет понимаете поэтому я даже не знаю вот несправедливо то есть эта ситуация она не должна решаться вот таким образом вот судейским чисто решением да а должны все-таки борцы доказывать на ковре свое преимущество и здесь в этом есть какая-то несправедливость да ну естественно конечно замечание получает про Магомедов Михаил Мамиашвили президент нашей федерации тоже расстроен что вот в таком весе идет такая вот борьба лучше бы было была бы ничья лучше была бы если бы был такой результат возможен да лучше была бы ничья уже или я не знаю или дайте им бороться пока не упадет кто-то из них вниз и не проиграет ну пока правила действий в 2005 году надеюсь что будут другие правила и то есть в 2005 году это же после Олимпиады да правила должны меняться ну будут упрощаться они и конечно крест пока собираются оставить и думали что вот арбитры смогут поставить разрешили им трогать борцов в смысле свести грудь в груди заставить их захватить а мы ошиблись невозможно невозможно то есть проблема проблема сейчас я понимаю она обсуждается на всех семинарах судейских насколько я знаю и будет и в дальнейшем каким-то образом пытаться решить эту проблему единственное что можно сделать такое какой-то может быть их ставить заставить во что-то заставить взять захват одинаково потом резко убирать там уже пластмасса какая-то или что-то и какие-то приспособления какие-то приспособления да ну вот такая пока борьба идет ну вот Кура Магомед Кура Магомедов по-прежнему впереди 2-0 но вот опять же напомним что в основное время счет 2-0 это не победа еще и вот звучит сейчас сигнал об окончании основного времени и сейчас снова должен быть опять этот злополучный крест да в этом случае опытные арбитры что делают они выравнивают как бы борьбу вот они два балла должны дать еще нет дали борцу тому да дали тебе сувенир теперь давайте поменяемся помните с чемпионата мира мы с вами комментировали сайти Гайдара в финале сначала дали одному потом дали другому выравнили борьбу а потом уже сайти как бы сам выиграл встречу вот опять опять бери бери захват взял один взял второй теперь второй должен второй не может взять у него просто рук не хватает да вот свисток сейчас посмотрите что произойдет насколько посмотрите сейчас первым вышаг вот все показывает вот носочек был на краю ковра и дали значит остановили встречу и дали победу ну что это такое это за приемы такие ну вот очередной сувенир и золотая медаль в руках у Кура Магомедова и он чемпион России ну что ж этот поединок в общем было было Продолжение следует...